Всем привет! Всем доброе утро, наши дорогие! И всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал! Данное видео начнем с кадров, как мы с моей доченькой Софикой готовим нам завтрак. А это будут яйца жаренные с луком и помидорками. Я, кстати, такой завтрак обожаю, но долгое время Софике он не нравился. Да и сейчас она, конечно, не в восторге, но съедает. Вот, теперь съедает, и я вот потихоньку начала в рацион вводить и такую яичницу. Сразу прошу прощения, снимала без штатива, так как незапланированная съемка была. Софика вроде не собиралась мне помогать, а тут пришла помочь. Я решила это дело заснять, как она мне, моя девочка, помогает. Ну вот, наш завтрак готов. У Софики вариант с огурчиками, а у меня с красным перцем. У меня кофе, а у Софики зеленый... Нет, это не зеленый чай, это фенхелевый чай. Это не зеленый чай. Это не зеленый чай, правильно. А тут у нас вот Софика ждет у нас уже завтрак. Тетенькам скажешь привет, спросишь у них дела? А спросишь, как у них дела? Все дела. Что дела? А у тебя как дела, моя радость? Все надо. У тебя все нормально? Будем завтракать? Да. Мама тоже тоже самое завтракает, да? У нас одинаковые. У Софики одинаковые и у мамы одинаковые, да? Как хорошо. С добрым утром, мои дорогие. С раннего утра замесила тесто. Сейчас буду жарить перемичи, печь в духовке ватрушки. Потом вчера мариновала я курицу для гриля. Еще буду в духовке грелить курицу. Это все подготовка у нас. Собираем сумку для Ибрагима Путь дорожек с продуктами. Вчера еще в магазине много закупилась. Вот так собираем. Все, время пришло, пора ему на работу, мои дорогие. Сегодня у нас провожающий день. Так что сначала я сегодня отсюда провожу его на электричке. В электричку, как на электричку провожу. До Самары. В Самаре сын встретит. И он пересадит в поезд. И в поезде дальний путь получается у него. Еще вот с раннего утра еще ругаемся. Подготовка к продуктам и сумке. Ему этого не надо. Этого не надо. Он говорит, объясняет. Я, говорит, кушать не буду в поезде. Вот представляете? Я ему объясняю. Нет, так же аппетит просыпается. Ты же не один час ездишь, не два часа. Длинная у тебя дорога. И вот мужики вот такие. Все нервы подымет нам. И вот собираю, готовлю сумку. Я ему объясняю. Потому что он ему может не понять еще одно. Он тому, что никогда далеко не ездил на поезде. Всегда работал, во-первых, в городе. А когда на эту работу устроился, всегда билет покупали в самолет. А и на этот раз купили, пожалуйста, вот на поезде. А поезде длинная дорога. Я ему говорю, так же есть хочется. Люди там тоже так же завтракают, обедают, ужинают. Я тому, что знаю, в поезде часто ездил. Я это все знаю. Потому что когда в Москве работала, я в поезде ездила. Хоть это еще намного короче, все равно кушать хочется. И вот, он только с кухни. Я вот сумку, давай быстренько, что укладываю. Говорит, мне носить эту сумку, говорит, своя ноша не тяжело. Вот говорю, увидишь, я права буду, что кушать хочется в поезде. Так что у нас сегодня провожающий день и подготовка сумку с продуктом. Вещами уже, конечно, все готово уже у нас. Ну что ж, я сейчас буду мариновать курицу. Для мариновки я для маринада приготовила сейчас чесночок. Масло подсолнечное. Горчица. Перец молотый. И приправ для курицы. И соль. Да, будем чесночок, чтобы аромат вкусненький был. Сейчас приготовлю маринад. Горчица наша русская. Остинкуя. Это подсолнечное масло. Пеправа. Пеправа. Остинкуя. Перца. Я рядом батон перец. И, конечно же, соль. И все перемешаем. И сейчас начнем мариновать. Здесь у меня тоже все чисто. И внутренняя часть, и снаружи все будем сейчас мариновать тщательно. Ты куда у меня такая красавица собралась-то? Ну да. Куда? Тетенький магазин. Тетенький магазин. Сапожки надела. Абула. Крюкзак надела. Сапожки же тебе малая дочь. А ты их носила, когда маленькая бебель была. А соседки нравятся мне. Нравятся? Ну, они тебе, наверное, жмут. Не жмут. Ну, там маленькие размеры. У тебя ножка уже выросла. Ты носила еще прошлой зимой. Это, дорогая моя. Я сейчас думаю, что соседи хорошо идут. Хорошо тебе идут? Ну, понятно. Мои дорогие, сейчас буду перемечей жарить. Вот такие вкусняшки. Смотрите. Ай-яй-яй-яй. Наверное, у всех аппетит сейчас разыграется, да? Пусть вот такие вкусняшки жарить будем. Это мы готовим на дорогу Ибрагиму. Как уж я говорила, он на этот раз не в самолете, а в поезде. А в поезде, как всегда, кушать хочется. А уже в духовке у меня выпекаются ватрушки уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ватрушечки уже. Вот такие вкусняшки уже пожарила. Готовы. Сейчас будем упаковывать уже сумку. Рюкзак Ибрагима. Путь в дорожку. Такие аппетитные. Вот и время настало, чтобы курицу в духовку на гриль. У меня нету этого варитина. Ну, вот так на решетку вложу курицу. И так же будет гриль. И видите, внизу еще такую картошку. Все соки, вкусняшки будут стекать на картошку. И я так же картошку, видите, порезала тонко и перемешала тоже так же специями. Курица замариновалась за ночь. Ну, конечно, после такой готовки будет, надо будет, мои дорогие, духовку помыть, погенералить. Вот так на 200 градусов буду ставить. И вот сейчас будет где-то точно 2 часа будет готовиться курица. Вот, и курица готовится. Уже дырели, смотрите, и картошка, и курица. Как аппетитно, вкусно. А дома аромат, вот это все, чеснока, приправы. Всем привет. Давайте с вами поздороваюсь уже с лицом. Вышла я по магазинам. А именно приехала в Аутлет. Наш Аутлет Метсинген. Сначала я зайду в магазин Чибо. А потом кое-куда еще хочу зайти, посмотреть, как обстановка выглядит. Кое-что прям нацеленное, знаете, хочу посмотреть. Вот такие дела. У нас сегодня погода. Дождик. Весна началась в Германии, как говорится. И вообще сегодня очень желтый воздух, желтое небо, скажем так, да? В том году так было, я уже говорила. Это были сахарские пески в воздухе летали, и вот все было желтое. И небо желтое, все желтое. И вот сегодня так же. Сейчас я вам покажу небо, какое желтое. Посмотрите. Вот такого цвета у нас сегодня небо. Посмотрите, какое прям бежевое, желтое. И дома такое же прям освещение, как будто кожа какая-то желтая, мебель желтая, знаете. Вот так вот. Даже София сегодня спрашивает. Мама, а что это? Что это? Я говорю, доча, это воздух грязный сегодня. Вот так вот. Смотрите, какие классные бокалы вышли у Чибо с тематикой этой. Пасхи с зайчиками большие, которые вот эти я люблю, по 550 миллилитров. Раньше они были по 500, теперь вообще по 550. Ничего себе. А, такие классные. Золотой каемочкой. Такие сквотерти тоже. Тарелочки. Это для мюсли, наверное, да? Смотрите, какие тапочки массажные в Чибо. Стоят 25 евро. Интересно, в них вообще возможно ходить или это настолько больно? Шарики, кстати, деревянные. Тут они вот больше выпирают, где сгиб ноги, да? Вообще в Чибо я пришла за кофе. Тут вот акция у нас. Если берете три, четвертая в подарок. Ну, бесплатно. Вот тут написано. Fairfair dry. То есть четыре вместо трех. Четыре берете, три платите. Сейчас вот возьму. Посмотрите сейчас Чибо, какая доска. Советую. Про это имеется в виду, она не для того, чтобы на ней резать, а чтобы накладывали. Знаете, как... Забыла это слово, я не знаю. В общем, чтобы она на столе как тарелка стояла. Ух ты, она тяжелая. Она тут с мрамором доска и мрамор. Семь евро вместо семнадцать пятьдесят четыре. Взять что ли, не знаю. Такая классная. У меня в таких досках, где сочетание двух материалов, всегда страшно, что вот здесь они отойдут друг от друга. Даже как-то приклеены уже как-то, да, это под сомнением. Не знаю. Но классно. Я знаю, что такие обычно дорого стоят. А вообще мне не помешало бы уже обновить. Точнее, не обновить, а у меня так часто неплохая. Ну, вот как взамен, да, немножко разнообразить. О, разнообразить вот эту шторку душевую. Расцветка мне очень нравится. Но вот сам качество, ну, как это вот клеенка. Действительно, вот как клеенка, как мы на стол стелили. Мне, конечно, такое не нравится. А может, она наоборот лучше, конечно. Посмотрите. Одна тематика, мыльница. Тут уже листки. Полотенца в этой коллекции. Давайте вам цены покажу. Сколько, что у нас стоит в Чибу. Это у нас Чибу, я повторяю, outlet. Приехали в железнодорожный вокзал. Провожаю милого в далекие края. Скульп, привет. Привет. И пока, да, не терять, чтоб тебя, да? Да, да, да. Вон, багаж, вон, какой у него, видите, рюкзак. Ага. Вот. Я приехала, конечно, провожать. Конечно, жаль, что на этот раз в поезде, еще с пересадкой, тем более, ему. А в самолет лететь и сразу там. Вот так. И вот, Ибрагин сел в электричку. Он машет рукой. Тебе до скорой встречи. Да? Мои дорогие, посадила, Ибрагин проводила. Конечно, грустно, опять одна. Но пока сейчас мама. И мама уже собирается уже домой. Все. Каждый день уже, говорит, везите, везите уже домой. А когда одна, стану вообще уже, конечно, грустно и тяжело будет. Морально, так скажем. Ну, так. У нас в городе нету работы вообще мужикам. Даже теперь и женщин многие ездят вахтовым методом. Потому что у нас зарплата вообще, можно сказать, очень занижена в нашем городе. Ну что, мои дорогие, я пошла пешком теперь до дома. И как раз норму шагомера сделаю. Но далековато, конечно. Но потихоньку дойду. Посмотрите, вот это, о чем я говорила. Сняла я рюкзак со спины, чтобы достать ключи от машины. Посмотрите на сумке. Вот какие песчинки, песок. Вот я как говорила, как в том году вот было дело. Пески и сахары летали в воздухе. И воздух прям был желтый. Вот в этом году. Посмотрите, вот песчинки песка. Кто мне не верит. А вот она вся красота и на машине. Посмотрите. Песок. Прям натуральный песок. В том году, кстати, я говорила видео это дело. Но не доказала. Просто словами сказала. И мне многие написали, что я несу фигню, что я придумываю. У нас ничего такого не было. Но если в каких-то районах Германии этого не было, не означает, что я вру. Посмотрите, вот моя машина. Чужую машину вам покажу тоже в песке. Чтобы вы не подумали, что может быть моя такая замызганная. Нет. В чужой машине тоже вот песок. Пожалуйста, посмотрите. Вот он песок. О, блин, блин, блин. Что тут такое происходит? Слушайте, я сошла в продуктовый магазин Kaufland купить подсолнечное масло. И пару продуктов мне еще нужно было. Я, видите, с маленькой корзиной всего лишь мне так подзакупиться, скажем так. И что происходит в Германии? Я не знаю. Только оливковое масло. Подсолнечного масла вообще нет. Ноль. Посмотрите. Обычно тут вот эта вся стена была, подсолнечное масло. Вообще нет. Гляньте. Нету. Что происходит в Германии? Напишите, кто знает. Дефицит подсолнечного масла, что ли, или чего? Давайте я вам покажу, что я купила в Чибо, кроме кофе. Ну вот, кофе я в бутылке купила. Ой, банки. Купила также носочки для Софики. Я много раз уже говорила, мне очень нравится одежда. Качество одежды детской именно в Чибо. Прям супер качество. Я всегда довольна остаюсь. Вот я носочки купила. Тут вот раз, два, три, четыре, пять. Пять пар носоков. Шесть евро вот эта упаковка стоит. Она резко как-то выросла из всех своих носков. И пятка торчит вечно посередине этой стопы. В общем, все носки резко стали малыми. Вот купила. Расцветки, мне кажется, очень даже миленькие. Сейчас покажу. Она вот тут, тут зайчик. Это, наверное, тематика уже этого. Какие его, Пасхи. Тут ежики вон. Здесь что у нас? Просто однотонная, я так поняла, серая. Тут тоже зайчики. Полосатая. Вот такие вот расцветки. И себе купила вот такие вот лосины, чтобы носить дома. Тоже очень классные, плотные. Посмотрите, ребристые, плотные, стрейчевые. Вообще классные. Вот они как смотрятся. Вот там, наверное, правильно. И они стоили 9 евро. А вместо 19 вроде. Взяла размер М. Посмотрим. Не примеряла ничего, просто сразу взяла и все. Ну и кофе взяла. Купила такие листые макароны. Для того, чтобы сделать лазанью. Мне кажется, я сто лет уже не готовила лазанью. Вот сегодня буду. Кстати, смотрите. Есть и на русском языке. Это означает, что эта фирма, эти макароны, экспортируются также и в Россию. Интересно, что стоят в России такие вот макароны этой фирмы. Я первые, кстати, покупаю какие-то для Мулисана. Вот так. Надо сварить 4 минуты. Но есть два варианта. Первый вариант, что не нужно варить. Второй вариант, нужно варить. Я, наверное, их сварю все-таки. Потому что, знаете, я пробовала, правда, от другой фирмы. И они получались твердыми. Слушайте, пока с вами разговаривала, обратила внимание. Посмотрите. Даже тут по-русски написано. Один литр воды, соли, продукта, начинка по вкусу. И тут вот способ приготовления. Впервые я такое вижу, что прям я как будто в русском магазине купила. Знаете, а не здесь, в обычном немецком. Ну, что, мои дорогие, я, как и говорила, после гриля вот так духовка выглядит. Конечно, я не скажу, что прям идеально чисто было. Там что? Потому что я часто пеку. Ну, а когда шашлыки делаешь в духовке или гриль, духовка превращается в вот такую некрасивую. Видите, в решетках мясо прилипло от курицы, видите. Вот сегодня мне надо генералить. Я генералю вот таким средством. И сейчас будем брызгать. Чистить будем. Ну, что, я побрызгала чистящее средство. Видите, как пена. Конечно, я сейчас, когда мыть буду, все вот эти решетки снимаю. У нас снимаются. И все буду отдельно мыть. Так что, мои дорогие, сейчас у меня через минут пять начнется генеральная духовочка моей. Сейчас вот это до, а после. До. И после блестит духовка. Чистота, блядь, залог здоровья. Блестит, Васюю, как будто новенький. Только что, как будто купили. Как теперь хорошо в современном мире. Выпускает такие средства, правда? Побрызгала, побрызгала, пять минут подождала, помыла водичкой и все блестит. Не надо натирать там лишний раз, как раньше. Я вообще довольна вот этим средством, когда я узнала и начала пользоваться. Это не реклама. Это что я каким средством просто пользуюсь, мои дорогие. Вот так. Теперь пеки сколько хочешь. Следующий, как говорится, шашлыка или до гриля. Да? Ну, когда печешь, тоже же духовка, конечно, гарью покрывается. Но не так, как после шашлыков или грилей, мои дорогие. Ну что, дорогие наши, начинаю собирать лазанью. Складывать этажи, как говорится. Блюдо само по себе очень быстро готовится. Самое главное, заранее приготовить ингредиенты. Ну, ингредиенты тоже быстро, в общем-то, делаются. Подлив быстро делается из фарша. Я вообще подлив быстро делаю, потому что у нас к каждому блюду он почти у нас прилагается. Игорь бесподлива, он ничего не любит. Картошку, либо макароны, если бесподлива сделать, это вообще для него сухометка какая-то. И соус бешамель, там он тоже за 3 секунды, в общем-то, делается. Вот. Вот такая вот вкусняшечка у нас получилась. Один кусок я уже выбрала, чтобы показать вам. И сразу видно, что она прям такая сочная, из-за того, что я сварила листы заранее. Ой, как мы сейчас вкусно будем ужинать. Я прям не нарадуюсь. Я действительно соскучилась давным-давно, уже не готовила лазанью. Год точно, наверное, я не готовила. Представляете? Хотя, в принципе, здесь ничего сложного. Сделать подлив с фаршем, листы, тем более покупные. Ладно бы я сама их делала, тогда да. Покупные листы. Но сыр, соус бешамель тоже быстро делается. Что там? Молоко, мука и это, сливочное масло. Там вообще ничего сложного. Но очень вкусное блюдо. Спросим у Игоря мнение. А почему у него? Потому что он лазанью обожает. Ну что? Что скажешь? Лучше итальянской. Лучше итальянской? Не жена, а мечта? Да. Чуть-чуть соли не хватает, но... Я солила хорошо, вроде все. Это не страшно. Главное вкусно. Мало соли, это полезно. Много соли нельзя. Это белая смерть. Многие мужчины могут только мечтать о таком уже не, я тебе скажу. Многих мужчин ждет просто сваренная это... Макарона. Макарона, без подлива, без ничего. И то, может, даже не сваренная. Либо... Или это... Картошка просто сваренная, без подлива, без ничего. Так что... Не каждый догадается 10 минут воде их держать. Не каждый догадается. Не каждый захочет. А настоящая любящая жена сделает приятной семье. Молодец. Мне очень повезло с моей женой. Что в плане еды. Что в уборке дома. Но про остальное додуматься можно, да? Ну что, мы спать укладываемся. Тут-сюда. Зубки чистим и спать пойдем, да? Зубки чистить будем? Говори. Кто тебе зубки чистит? Мама, мама, тетяка. Мама, мама, тетяка. Сейчас мультики включим, да? Понимаете? Да, да, да. Расскажи, тетя, какие мультики ты будешь смотреть? Бибибас. Бибибас. Я робот-заправщик. Я вам помогу. Да? Да. Буль, буль. Как он поет? Да. Ну как поет? Буль, буль. И тетя, на мета, тетя, ненормальный. Что ты придумываешь? А что я делаю, что я делаю? Давай всем пожелаем спокойной ночи и сладких слов. Мироси. Пока будем, завтра будем говорить. Завтра будем говорить, а сегодня хватит, да? Да. Мы сейчас тоже зубки почистим, молочком и спать. А как ты спишь? Ты храпишь, что ли? Да. А мама храпит? Да. Тоже? Как мама храпит? Гом-гом. А кто еще так храпит? Это дедуля тоже. Дедуля твой так храпит, да? Да. А бабуля твоя не храпит? Нет. Бабуля не храпит. Ну ладно. Давайте. Ну так делаем. А дедуля храпит, да? Да. Понятно, все с тобой. И мама храпит? Угу. Ай, ты игрушка моя. А папа не храпит. Папа не храпит. Ладно, всем желаем спокойной ночи. Да. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.